Зомби-бой впервые появился в Америке. Канадец Рик Дженнерс благодаря фейсбуку снискал большую популярность. Его необычные тату понравились даже Леди Гаги, которая пригласила его сниматься в своем клипе. Также парень-зомби засветился в эпизодической роли в фильме «47 Ронинов». Жизнь челябинца Владимира Томаса, рискнувшего повторить опыт канадского фрика, тоже кардинально изменилась. На личном уровне стало достаточно много внимания. Люди подходят, особенно в Челябинске, в других городах, подходят фотографироваться, можно сам фотографироваться и так далее. Я занимаюсь продвижением сайтов, и как у меня появилось новое хобби – это татуировки. Сам стал носить татуировки, люди стали обращаться ко мне за татуировками. Мне просто надоело говорить, что я не делаю. Решил какие-то простые татуировки начинать делать. Широкой публике российский парень-зомби стал известен после приглашения на НТВ в передачу «Говорим и показываем», в которой обсуждалась особенность жизни людей, чье тело полностью покрыто татуировками. Теперь в Челябинске он широко известный шоумен и любимец местной публики. В Нефтекамск же приехал к старому другу с целью набить новые тату. Сегодня на шее череп делаем, обновляем татуировку старую. Вальтер – известный в Нефтекамске тату-мастер. Долгое время жил в Челябинске и недавно вернулся на родину. С Томасом знаком несколько лет. Некогда он помогал продвигать тату-салон, в котором работал Вальтер. Анатомическая маска – не его работа, но на теле Владимира найдется несколько тату, сделанных рукой нефтекамца. А с недавнего времени рисовать на своем теле парень-зомби доверяет только Вальтеру. На шее очень сложно делать, по сути. Сама по себе достаточно сложно. Для работы и для мастера, и для клиентов, потому что для мастера это доступность областей. Да, там и кожу толком не растянешь, она постоянно растягивает вот так. Необычный раскрас на лице появился у Владимира полтора года назад. Признается, в первое время побаивался выходить на улицу. Но в целом посторонние люди реагируют на его внешность держанно. При этом некой особой символикой рисунки на своем теле не наделяет. Но верит в то, что татуировки обладают кармической силой. Поэтому есть вещи, которые не стоит наносить на тело. Я думаю, что никогда не носу на тело свастику, какие-то другие такие вот знаки, которые несут в себе такую слишком серьезную кармическую нагрузку. А вы верите в то, что… Конечно, конечно. Татуировки меняют жизнь людей и достаточно серьезно меняют. В процессе разговора стало интересно, какой была изначальная внешность этого человека. Хоть и нехотя, Владимир продемонстрировал свой паспорт. Симпатичного мужчину на фото не узнать. Хотя на личную жизнь человек-зомби не жалуется и не намерен останавливаться на достигнутом. В планах у него разрисовать свое тело на 100%. Так что, скорее всего, это не последняя паспорт.